Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке самопознания. Тема нашего урока сегодня «Времен, связующая нить». Истина, словно невидимая нить, связывает в единое целое различные времена и эпохи жизни как одного человека, так и человечества в целом, нанизывая их, как драгоценные жемчужины знаний, личного опыта, многих судеб и связывая их между собой. В качестве цитаты урока предлагаю вашему вниманию изречение народного поэта Казахстана и писателя Мухтара Шаханова. Давайте прочтем его в учебнике. У каждого народа есть четыре корня. Родная земля, родной язык, родная история и родная культура. Предлагаю вам ответить на вопросы к высказыванию. Свои ответы вы можете записать в тетради, а затем поделиться ими с одноклассниками и учителем самопознания. Как вы считаете, почему Мухтар Шаханов назвал родную землю, родной язык, родную историю и родную культуру основными корнями каждого народа? Родная земля, золотая колыбель – это место, где ты родился, твоя родина. Она дает тебе силу и опору. Родной язык – это язык детства, который ты впитал с молоком матери. В нем вся ласка, вся любовь, вся душевная теплота, доброта и нежность. Это язык наших предков, через него передается духовное наследие народа. Родная история – это наши истоки. Народа без истории не бывает. Мы не манкурты, не помнящие родства. Родная культура – это народные ценности, передаваемые от поколения поколению, неисчерпаемый родник духовности. В качестве подарка я предлагаю вашему вниманию рассказ «Духовное достояние народа» в изложении Мухтара Шаханова. В давние времена некий могучий хан, задумавший покорить народ, привел свои войска к границе и послал нескольких лазутчиков, наказав им. «Выведайте, какие у них силы против нас». Когда же лазутчики вернулись, хан призвал к себе своих визирей и военачальников, и они вместе слушали их донесения. «Мы побывали во многих местах», – сказал один из посланных, – «и как-то раз оказались на Большом Перу. Был там и правитель этого народа. Когда пиршество было в самом разгаре, в юрту вошел юноша, лет шестнадцати, с дамброй в руках. И сидевший на самом почетном месте хан подтеснился и посадил его рядом с собой. Пораженные таким поступком хана, мы спросили, почему такой почет какому-то юнцу? На что нам с гордостью ответили, – это же наш поэт. «Коли у них такой глупый правитель, нам под силу попросту закидать шапками этот народ». «Мой хан, дозвольте выдвигать войска», – страстно заговорил военачальник. Безмолвно слушавший донесения хан, тяжелым взглядом смерил своего полководца и молвил. «Нет, поверните войска назад. Нельзя считать победой разгром народа, который столь почитает своих поэтов, свое духовное достояние народа, у которого столь высокая культура». А теперь, ребята, давайте ответим на следующие вопросы. В чем проявилась мудрость хана? Почему народу важно беречь свое духовное достояние? Что является духовной основой народа? Как вы думаете, какие ценности не подвластны времени? Подытоживая все вышеперечисленное, хочется сказать, что каждый человек является носителем родного языка и культуры, знает свой край, его историю, которые в совокупности дают ему право называться представителем своего народа. Каждый из вас неповторим, индивидуален и тем самым ценен не только для себя и родных, но и для своего народа, для своего поколения. Каждому необходимо осознавать свой долг и ответственность в развитии истории и культуры своего народа, осознавать духовную связь поколений. Предлагаю вам рассмотреть ценности культуры. Отнесите их к материальным или духовным ценностям, а также объясните, в чем их единство и отличия. Памятники, архитектурные сооружения, произведения литературы, творчество, познания, нравственные идеалы. Все, созданное человеком, с любовью и добром к людям, все, в чем есть стремление к красоте и гармонии, является ценностями культуры. Отличие материальных и духовных ценностей культуры состоит только в форме их проявления. Приступаем к творческой деятельности. Давайте рассмотрим портреты. Здесь мы видим Абая Кунанбаева, Чокана Уалиханова, Льва Николаевича Толстого, Александра Сергеевича Пушкина, Махжан Жумабаева, Чингиза Айтматова. Подумайте, что общего между этими выдающимися людьми? Какой вклад они внесли в культуру своего народа? Как вы считаете, окажет ли ваша жизнь и ваши поступки влияние на все человечество? Действительно, на самом деле этих выдающихся людей объединяет любовь к знаниям, трудолюбие, стремление к созиданию, целеустремленность, сила воли, бескорыстное служение обществу и людям. Проведите исследование о выдающихся людях в вашей семье, роду, создайте видео, расскажите о добрых поступках ваших близких, опишите, что замечательного и полезного они сделали для пользы общества. Предлагаем посмотреть видеофильм, занявший первое место на конкурсе «Смелее любите, творите добро». О своем отце рассказывает Сапар Айнара, ученица пятого класса средней школы имени Габита Мусрепова. Североказахстанская область, Жамбылский район, село Жанажол. Был прекрасный по-майски теплый день. На окраине села мы, школьники, проходили весенний кросс. Я с братом возвращалась домой. Вдруг, проходя мимо колодца, мы услышали жалостный стон собаки. Не поверив своим ушам, я посмотрела на брата. Он кивнул головой. Надалену в колодец ужас охватил нас. Там были щенята. Мы побежали к папе, чтобы рассказать об увиденном. Папа долго не думая взял аркан, завел машину. Мы поехали в указанную сторону. Подъехав, он с помощью аркана спустился в колодец. На маленьком клочке земли лежали щенята, уже довольно большие, около двух-трех месяцев от рождения. Четверо лежали неподвижно, по-видимому, умерши с голода. Пятый щенок был живой. Он поднял голову и с полным безразличным посмотрел на человека. Это был взгляд обреченного животного. Было стыдно перед животным за то, что такой жестокий поступок сделан человеком. Папа поднял собаку, выбрался из колодца, и мы поехали домой. Чувства переполняли меня. Гордость за отца, обиды за животное и радость за его спасение. Я покормила щенка, и он остался у нас жить. Но щенок долго боялся и не доверял людям. Зайчая мама сказала, сострадание к животным связано с добротой характера. Не может быть добрый тот, кто жесток с животными. Хотелось бы верить, что когда-нибудь из сердца того человека поселится сострадание и доброта, сказал папа. Добрый поступок пап останется на всю жизнь в моей памяти. Каждый раз, когда я смотрю на нашего найденыша Найду, так назвали мы ее, я вспоминаю тот добрый светлый день. Это история о том, как Найда помогла мне понять, что такое добро. Переходим к проектной деятельности. Я предлагаю вам начать подготовку к проведению праздника, посвященного защите проекта «Природа. Бесценный дар». Составьте сценарий праздника. Подготовьте поделки и подарки, выполненные собственными руками. Ход вашей работы над проектом вы можете красочно отобразить в художественной форме в виде рисунков, коллажа, постера, как это сделала Кузьминская Аполлина, ученица школы 55, город Алматы. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. Мы сегодня затронули очень важную тему. Ведь поистине, каждый человек должен знать историю и культуру своего народа. Человек всегда должен стремиться найти свое призвание в жизни, увлечься чем-то интересным, полезным, тем, что приносит людям радость. Оставить после себя то, что станет времен связующей нитью. Спасибо за участие. До новых встреч!